Продолжение следует... Продолжение следует... Да-да, конечно, мы все рассмотрели, но, понимаете, все равно, то есть тут непосредственное влияние на природу. Конечно, мы все анализируем, у нас все записано и мощи, и пирамида голода, и как ее свалили, и как это все было наиграно и так далее. Все это мы анализируем. Хорошо. Так, дальше. Владимир Азматич, вопрос в эфир от Владимира. Сергей, в объяснениях вы иногда используете термин «божье попущение». Что это такое? Божье попущение – это цемент в вашей теории? Без него никак? Я предлагаю на такие вопросы все-таки находить терминологию в книгах по причине того, что я смотрю, здесь более интересные. Ну, хорошо, идем дальше. Допустим, как вот фильтруете бред? Владимир Азматич, вы можете спокойно сейчас пройти, к примеру, в Викикоп и прочитать, что такое «божье попущение», и я могу вам, конечно, объяснить, но мне хочется больше объяснить, как вы фильтруете бред, коим полны средства массовой информации. Ну, давай, ответим. Опять-таки, Владимир Азматич. Сергей, разбор разведанных – отличная программа, а как вы фильтруете бред, коим полны средства массовой информации? Вот смотрите, для того, чтобы понимать общий ход вещей, надо понимать вообще тренд, надо понимать тенденцию. Вот этот вот тренд, эту тенденцию, глобальный предиктор нарисовал, по-моему, в 1980 году в Скрижале, называется Джорджия, в штате Джорджия. Там 10 пунктов, кому интересно, может почитать. На восьми языках, на монументах расписаны правила жизни, которыми надо руководствоваться, тех, кто выживет после, по-моему, 2092-94 года. Между прочим, технический директор Google в 2099 год планирует вселенскую технологическую сингулярность. Тоже очень опасная вещь для простого человека. На самом деле, если разобраться с ней, то очень серьезная вещь. То есть пока мироздание дает им, конечно, понять, что этого делать не надо. Но, тем не менее, я думаю, что бед они могут нанести много и природе, и человечеству в целом. Так вот, Скрижале Джорджии, они обладают 10 заповедями. Они их обозначили элиты, которые должны были это сообщение понять, выявить и действовать, несмотря на какие-то там закодированные преподнесения этой информации. Они ее не поняли. Для этого глобальный предиктор нарисовал в аэропорте Денвера некие фрески. Они тоже очень интересные, информативные. Каким образом эти планы воплотить в жизнь? Значит, поэтому если исходить из вот этого тренда и хитрости управления глобального предиктора, весь этот бред просто не улавливается. Ну и все-таки система самообразования, которую мы проходили на протяжении двух лет, она дает основания полагать, где информационный шум, просто отвлечение информации. Где, допустим, настоящий какой-то теракт, предназначенный для того, чтобы сдвинуть, допустим, элиты саудитов к какому-то там соглашению с, допустим, Европой. Либо, наоборот, разорвать это соглашение. Поэтому здесь вот изучите эти две вещи, просто посмотрите, почитайте аналитику, и, возможно, тогда будут происходить уже процессы, которые вы сами сможете угадывать. Управление глобального предиктора и отсекать там бред от управленческой информации. Ну, для этого еще надо понимать возможности кадровых баз, языки кадровых баз. Я, допустим, уже на сегодняшний день могу с четкой уверенностью сказать, какая кадровая база является самой сильной, какая самая умная, какая может выполнить задание глобального предиктора быстро и какой сложности, какая вообще ничего не может, которая там, допустим, будет меняться 100%. Либеральные кланы, они будут 100% меняться. Потому что они вообще не дееспособны оказались на сегодняшний день. Наша задача, задача простого народа, это сделать управленческий грамотный народ, для того, чтобы сам народ, руководствуясь информацией от содержителя, был в состоянии решать свою судьбу, хотя бы на право самоуправления для начала. Я уже молчу про право субъектности. На сегодняшний день народ полностью управляем через бессознательные уровни психики глобальной предикции. Вот чего хотят, то и делают. И система образования на сегодняшний день в этом играет ключевую роль, которая, к сожалению, показывает нам, что ситуация еще больше усугубляется, усугубляется и усугубляется. То есть по этой причине мы выходим в пространство информационное и заявляем о том, что нам необходимо срочно чего-то делать. Хорошо. Мне еще такой вопрос тоже родился, прежде чем следующий вопрос зачитать или реплику. Вот существует множество примеров, когда образованный человек высоким интеллектом, но по своей сути является мерзавцем. Вот много ученых, которые очень образованы, но они создавали какое-то оружие страшное, но ведь они прекрасно образованы. Может быть, иметь дополнительный какой-то компонент помимо образования, который все-таки сделает личность более цельной и уведет от каких-то неприятных последствий и личность, и то общество, в которое эта личность будет себя проявлять. То есть не пора ли задуматься о том, что не только одно образование, а что-то еще другое должно быть. Помимо религиозных взглядов я сейчас вообще не рассматриваю. Что-то другое. Что ты думаешь по этому поводу? Знаешь, мы очень долго когда-то тоже разговаривали с коллегами и друзьями, и мы даже спорили, что все-таки первичнее. Развлечение, либо понимание того, что ты получил информацию какую-то. Вот на твой взгляд, допустим, что первичнее? Развлечение. Знаешь, что такое развлечение? Это информация, на которую тебе показывает содержитель. То есть он тебе ее обостряет для твоего понимания. То есть он тебе на нее указывает. Вот, допустим, он тебе указал, например, что необходимо сделать какую-то атомную электростанцию. А ты не понимаешь, как этого сделать. Вот что все-таки первичнее? Развлечение или понимание? Но для того, чтобы получить развлечение и чего-то сделать, надо чего-то понять. Правильно? Поэтому система образования здесь в любом случае, в любом контексте, она остается первичной. Ты можешь... Да, естественно, совесть, естественно, она никуда не девается. Это наше врожденное качество. Вы можете посмотреть лекцию нашего преподавателя, основного по интеллектуальному тренажеру прозрения. Это Русаков Валентин Борисович. Можете посмотреть замечательную лекцию, где касается аспектов того, как работает совесть. Что такое вседержительность? Что такое душа? Как она попадает на доклады к Творцу? Ну, это версия, конечно, но тем не менее. То есть утром человек просыпается, а совсем другой. Это врожденное качество в человеке. А вот все равно система образования, она является более объемлющей по причине того, что ты либо понимаешь, что происходит в мироздании, либо ты просто не понимаешь. Да, ты чего-то получаешь, какую-то информацию. Какую-то ты умеешь применить, какую-то не умеешь применить. В рамках этого системы образования ты вот и живешь. Потому что если тебя воспитали, к примеру, идиотом, который должен в пятницу пить пиво, допустим, курить какие-то вот такие именно сигареты, легкие, тонкие, или с ментовом. Не знаю, у каждого человека там же свои какие-то требования. То есть система образования, она выражается не только детский садик, школа, либо институт. Это и культура, это и средства массовой информации, это и кинематограф. И все то, что влияет на психику, и все то, что корректирует явление психики, если оно выбивается из общего хода вещей. То есть снимается фильм, который возвращает основную часть общества опять в русло векторов целей, допустим, глобального предиктора. Понимаешь, да, о чем? Если, допустим, общество начало изменяться, изменять ход вещей, его опять вернули при помощи, допустим, фильма «Матрица», опять вернули в русло. И он опять оказался в том же стойле, в котором и был. Это тоже система образования первичного, потому что народ не выявляет воздействия на его психику. Он майонетка. И в рамках этой концепции, даже при наличии там высокого чувства совести, он будет жить, но он не будет понимать развлечения. Поэтому система вообще мироздания, она всегда развивается по пути усложнения. То есть она всегда, она не идет по пути упрощения, она идет по пути усложнения. И вот в этом смысле, в этом аспекте явление технологическая сингулярность, оно действительно может в какой-то степени повлиять на человека биологического. Потому что разница после того, как вставят чип в голову какого-нибудь желающего за тысячу долларов, и разница между обычным выпускником какого-нибудь там среднего заведения в России, она будет просто колоссальна. Вот я так отвечу. Ну ты знаешь, не совсем мы согласны с тем, что все усложняется, поскольку есть процессы, например, разложения, где более сложное превращается в более простое. И если мы только будем подходить с точки зрения, что все усложняется, наверное, мы сами себе усложним жизнь. Жизнь более интересна. Что-то усложняется, что-то упрощается. Иначе бы не было самой жизни, где чередуется темное, светлое, усложненное, простое, теплое, холодное и так далее и тому подобное. Как-то вот может быть… Может, ты сейчас говоришь о частностях? В частностях, да. Я говорю вообще, что это есть, присутствует. А раз так, то, наверное, со всех сторон смотреть. Так вот, у нас есть русское выражение такое «впитал с молоком матери что-либо». То есть ребёнок ещё не понимает многих вещей, его ещё за парту не сажают, он ещё в люке лежит. Но он уже слушает сказки про добро и зло. И он уже хочет быть добрым. Он хочет уже делать так, чтобы всем было хорошо. А кто-то не впитал это, кто-то сказок русских народных не слушал, кто-то слушал то, что надо всё мне, мне, мне. То есть смотрел, например, вот от мамы и от папы, которые бизнесмены, которые других грабят замечательно, тем радуются, что там нолики новые появились на счетах. И вот таких сажать за парту и других сажать за парту, то есть первых и вторых, будет колоссальная разница. Мы дадим одинаковые знания, одинаковое образование. Но первый, который хочет добра и воспитан на добре, он будет эти знания в добро превращать и будет улучшать. Да, хорошо, но второй-то уже он впитал это с молоком. Матери, что необходимо, всё мне, мне, мне. Ему объясняй, не объясняй. Объясни-ка, Мару, что кусаться не надо. Да, он всё равно не пишет, что без крови он жить не может. Он уже заточен, что без крови он потомство не даст. Ну, во-первых, смотри, давай я быстренько сейчас отвечу на вторую часть твоего вопроса. Во-первых, у меня в моей жизни были такие случаи, когда приходили на лекции бизнесмены, которые всю жизнь занимались продажей алкоголя. И они, осознав, какой вред они нанесли системе человечества, и достаточно серьёзные были бизнесмены донецкого уровня, то есть это города-миллионники, они там контролировали почти большую часть потока алкоголя, приходов в Донецк. Они потом большие очень деньги вкладывали в развитие вообще системы образования, в развитие каких-то проектов, в развитие благотворительности и так далее. То есть они чувствовали вот эту вот вину свою. Это по поводу того, что всё-таки всех надо сажать за парт. Потому что тот человек, который делает зло, он должен понять, что он делает зло. И он должен понять последствия своей жизнедеятельности. И эти последствия... Вот смотри, допустим, взять Мухаммада, да? Ведь его семья контролировала Каабу, которая обманывала тогда, ну, естественно, благонамеренно. Ты знаешь, что такое благонамеренный обман? Это когда люди не понимают, что можно по-другому как-то. Но Мухаммад, он получил развлечение и понял, что это всё вот иллюзия, это религия, которая у них есть. И ему творец дал развлечение. И он поломал систему, хотя выходец из богатой семьи. Ну, то есть, и теперь второй момент. Ты говоришь о частностях. Допустим, ребёнок там с молоком матери впитал. Я с тобой полностью согласен, но когда мы говорим о частностях, когда мы говорим на уровне семьи, мамы, папы и так далее. Я же сейчас говорю о глобальных процессах в мироздании. Ну, то есть, допустим, к примеру, ты знаешь, что, скорее всего, наша Земля имеет внутри себя водородные соединения, то есть гидридная теория. Знаешь, такая есть гидридная теория Земли, которая очень многое объясняет. По версии, допустим, происхождения нефти органической, там просто, по-моему, никель и железо. И немножко, по-моему, кремния, и всё. Больше там внутри в Земле ничего нет. По версии, по-моему, Ларина, я не буду обманывать гидридную теорию Земли, можно что-то посмотреть. Там водородные соединения, которые постоянно расширяются. Вот если бы мы имели бы движение назад, то Земля бы и сужалась бы тогда. Но она всегда только расширяется. И таких расширений уже было порядка трёх, которые сопровождались глобальной катастрофой. И она дальше будет расширяться. И это процессы, происходящие в мироздании. Я вот о чём говорю, когда я имею в виду, что мироздание всегда развивается по пути усложнения, по пути развития. Я тебя понимаю, но есть и другие теории, что Земля как расширялась, так и сужалась несколько раз. Поэтому, вот смотри, есть цикличность в нашем мире, как и сердце бьёт цикличность. Сужалась, расширилась. То же самое и с другими. Всё, что происходит, это уже не частность. Ну ладно, давай сейчас по-другому. Есть в принципе глобального управления. Да, вот смотри. Вот смотри. Значит, тогда надо просто термин какой-то уточнить, что есть образование. Почему сейчас я вот именно здесь вот так вот бьюсь-бьюсь, как муха в стекло. Чтобы нашим радиослушателям и зрителям в дальнейшем было понятно, о чём идёт речь. Потому что образование каждый понимает по-своему. Кто-то просто воспринимает некий курс от яслей до университета и дальше, где человек получает некий набор знаний, пригодных в этой системе его бытия. Кто-то понимает более древнее образоваяние. То есть это не уметь считать, не уметь писать. Это вторично. Главное — образ, который заложен, он в дальнейшем начинает развиваться и прорастать. А дальше уже инструментарий накладывается. Вот когда… Почему я ещё раз вот на это обращаю внимание всех нас. Когда ты просто говоришь про образование, это одно. Люди сели за парты, это термин, который ты применил, и учатся. Хороший и плохой, и неважно. Но ты же добавил здесь интересный момент в Донецке. Когда ты поговорил на своих лекциях с теми, кто контролировал наркотический, а алкоголь к наркотикам я отношу, наркотический бизнес в различных видах, то они поняли, что они сделали. По сути, по современному образованию ты их не образовывал. Ты им дал некий набор знаний и последствий, представления о последствиях, которые они осознали, и им стало совестно стыдно, и они решили жить по-другому. А если мы говорим про современное образование, ты их вообще никак не образовал, ни на какой парте там не сидели и ничему не учились. Так вот, получается, что первично всё-таки не просто образование с точки зрения научить управлять, а дать какую-то основу понимания. Посмотри, что бы было, если бы, например, ты людей посадил за парты и дал им улучшенную концепцию управления. А они, например, так бы и остались в этом наркотическом бизнесе. Они бы ещё лучше стали продавать, ещё бы лучше стали управлять, у них бы бизнес пошёл в голову и так далее. Но когда ты изменил суть представления о мироздании, то тогда уже ты после этого наложил, в них стал вкладывать систему образования, которая помогла им чём-то, где-то лучше управлять и так далее. Но основа была заложена именно та, которая уже дальше не будет разрушать. Вот я о чём говорил. То есть надо сейчас дать понятие, а что ты имеешь под словом образование тогда, что ты представляешь себе? Собственно говоря, я уже это сказал. И здесь важно понять, что для любого человека, который, как вы сказали, творит зло, либо добро, есть определённое состояние психики. То есть, допустим, он также заканчивал школу, он также получил в свою психику клиповость, калейдоскопичность и отсутствие информации про управление. Собственно, где-то ему повезло в жизни больше, но на взгляд современного молодого человека, современного нашего общества, и он там попал в какую-то струю и начал всех травить алкоголем, соответственно, получая себе какой-то за это доход. И когда мы устраняем в его психике клиповость, калейдоскопичность и отсутствие информации об управлении, и прежде всего говорим о том, что безнаказанно ничего не бывает, есть воздаяние, есть определённые процессы, происходящие у мироздания. То человек, естественно, над этим задумывается, и у него происходит синхронизация психики с этой информацией. Он её считает правдоподобной. Здесь, понимаешь, очень такой тонкий, тонкая грань, поэтому, возможно, тот человек, который творил зло, в отличие от того, который творил добро, гораздо больше сделает для мироздания, чем вообще кто-либо. Ну, понятно, в общем, получается… Это известно только содержителю. Да, я понял. Я понял. Ты хорошо раскрыл, теперь просто я подведу. Значит, на мой взгляд, если я тебя правильно понял, ты придерживаешься именно древнерусской концепции, древнерусского представления об образовании. То есть образование — это всё-таки вложение некого цельного образа в человека, чтобы он стал Личностью, и в дальнейшем уже на основе миропонимания он может получать новые знания, которые помогут и ему, и человеку, и державе, и его семье развиваться, взращиваться так, как это заложено для каждого из нас от Всевышнего, скажем так. Получается, вот ты придерживаешься с такой точки зрения, с такого более древнего славяно-русского образования. Ну, можно ещё раз повторить то, что мы вот вначале говорили о том, какие вообще цели у проекта «Сфера». Это главная цель, целостная картина мироздания. Поэтому, да, я с тобой полностью согласен. То есть я повторяться уже не буду. Мы об этом вот буквально там в течение часа говорили. И мне кажется, я сделал довольно неплохой доклад. Ну, доклад докладом просто... Доклад, он длинный, а иногда нужно ставить такие точки акцента. Вот мы сейчас с тобой ставим точки акцента, чтобы радиослушатели уже прослушав длинный доклад, может быть, где-то что-то могли пропустить. И сейчас, ага, вот об этом говорили, да, я помню. Всё, точно теперь всё хорошо. То есть мы говорим о цельном образовании, а не просто просиживании. Главная задача – это целостная картина мира и взаимодействие, вернее, понимание процессов, взаимосвязи у процессов, происходящих в мироздании. То есть на самом деле, если вот это понимать, то это то, о чём ты говоришь. Абсолютно. Хорошо, идём дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия. Сказителю, как ты, Сергей, в целом оцениваешь общественно-экономическую и политическую обстановку в России и вокруг неё, и какие ты отметил для себя значимые события, происходившие в стране в последнее время? Укажи, по каким основным направлениям будут развиваться эти самые события в ближайшем будущем на нашей матушке Руси. Благодарю. Это очень такой вопрос непростой. Я не экономист, и насколько я мониторю ежедневно экономическое пространство, в том числе, ещё ни один из экономистов не мог угадать вообще тенденции, тренды. То есть все ошибаются. Состояние российской экономики сегодня пока ещё оккупационное. То есть на нас там влияют все, кому не лень, в частности страновые элиты США. Значит, как с этим борется Владимир Владимирович? Где-то успешно, где-то нет. Процесс управленческий очень сложный. Он не просто там лясы точить в бане, как говорится, а действительно он имеет определённое наличие, он уславливает наличие определённых навыков. У президента они есть. Что я вижу, в какую матрицу нас окунают? Нас окунают на август-сентябрь. Кризис, и, скорее всего, он будет связан с долларом. Но как на это отреагируют управленческие элиты России? Я имею в виду сейчас элиты не олигархические кланы, а управленческие команды, в том числе и президенты. Как они эти вопросы решат, мы будем смотреть. В частности, на сегодняшний день вся информационная среда наполняется тем, что Россию окунают в сценарий фильма «Контрибуция». То есть это показатель того, что бедность, экономика в упадке, на основании этого будут какие-то забастовки. То есть 18-й год для нас будет достаточно сложным. Но я еще раз говорю, это планы страновых элит США и глобальных в том числе. И как эти вопросы будет решать команда президента, мы будем наблюдать. То есть мы еще не анализировали это воздействие на среду. То есть примерно так можно ответить. Состояние тяжелое в экономике. Ну тут я прозвучала фраза, что ни один еще экономист не сумел предсказать. А по-моему, все очень просто. Не могут предсказать только те, кто не своим делом занимается или играет не свою игру. То есть когда с наперстночниками кто-то начинает играть, то в этом случае, конечно же, можно на бум угадать, в какой там, между какими пальцами наперсток, там шарик зажат или по каким наперстком что-то находится. Но это так больше похоже на лотерею случайных чисел. Мне кажется, что надо просто-напросто играть по своим правилам, свою игру и делать свое дело. Вот если так внимательно разобраться, мы сейчас напоминаем такое какое-то жалкое зрелище хозяина, у которого есть свой дом, свои запасы, своя земля, достатки света, воды, тепла. Всего в достатке вообще. Есть люди, помощники, есть кто угодно. Но мы вместо того, чтобы что-то делать, просто-напросто не используем все это хозяйство, а подчиняемся тем, у кого этого вообще уже не осталось или это все уже испорчено, но которые умеют говорить какие-то очень красивые слова. Для меня это просто бред сумасшедшего или какой-то бомжатник, где люди не понимают того счастья, которое у них есть. И вместо того, чтобы заниматься своими делами, выносят последнее из своей квартиры и продают это на каком-то блошинном рынке за копейки. А потом то же самое или несколько модернизированное на основе того, что они продали, продают за огромные деньги. Но чтобы купить, вернее, покупать за огромные деньги у тех, кому продали. Но для того, чтобы купить, им необходимо в очередной раз что-то очередное вынести из своей квартиры. Вот этот тот бред как-то меня очень сильно не то, чтобы напрягает, а удивляет. Ну как же такое может быть? Вот я живу на земле, у меня все есть, я от никого не зависим. Не выливать мне там на всяких предикторов, на их долларовые скачки, на скачки нефти. Да, честно говоря, так все равно мне. Я что хочу, то и делаю. У меня есть все, вообще все. И по территории, и по ресурсам, и по людям, и по умам, вообще все есть. И я не понимаю, зачем этот бомжатник кто-то устраивает здесь у нас. Ну вот ты сейчас на самом деле правильные вещи говоришь. Вот если коснуться первой части твоего, скажем так, вопроса. Пылкого выступления. Да, можно назвать, я не люблю называть фамилии, наверное, лучше этого не делать. Вот аналитиков, прежде всего экономических, и молодых, и опытных, и популярных, и так далее. Вот они уже, ну, наверное, и хоронили Россию. Вот через три месяца все рухнет, значит, Путина снимут, что там еще. Все, вот тут, вот сейчас, значит, нефть упадет, доллар вырастет, и так далее. Но, тем не менее, на эти процессы оказывается более объемлющее воздействие. И этот аналитик, в связи с тем, что он там ошибся, и, по сути дела, он бессознательно пользуется тем, что психика народа, она вот такая двухнедельная. Ведь это же уже доказано, это не мои слова. В две недели мы забыли события, и нам уже можно внедрять там другую какую-то концепцию, который мы опять на две недели воспринимем, потом в потоке жизненных каких-то событий мы опять ее забудем, и опять мы ее вспомним, и опять забудем. В общем, вот примерно этим пользуются абсолютно все кланы, в том числе и олигархические, в том числе и спикеры, и элиты, и всякие-всякие разные там аналитики, которые прогнозируют экономические крахи. Поэтому я с тобой сабвест. По поводу того, что у тебя все есть, да, это хорошая вообще вещь, вот на самом деле, если прочитать Скрижали и Джорджи, то там, по сути дела, глобальщики -то это и пишут, то просто там, ну, не парься, будь счастлив, живи тем, чего у тебя есть, избегай судов там за какую-то, за квартиры, за, ну, в общем, там, можно почитать, я уж там прям дословно не помню, живи в ладу с гармонией, там, и так далее. То есть вот эти вот люди, по его мнению, соблюдая правила, они там выживут, выживут в том геноциде, который он будет, его кадровые базы будут осуществлять в управленческом процессе. А так, по сути, да, то есть, но опять-таки, смотри, вот эти вещи, которые противоположны тому, что ты говоришь, они формируются ценностями, то есть на ценностях базируется система образования, которая дает человеку некую ватрушку в виде там каких-то стремлений, которые, из-за которых он будет всю жизнь страдать, которым он будет всю жизнь стремиться и постоянно чего-то будет ему не хватать, он будет там постоянно этого добиваться, он будет болеть, он никогда не сможет расслабиться и просто посмотреть там на восход солнца, его постоянно будут интересовать какие-то другие процессы, которые происходят в Матрице. И это тоже в управлении, и это очень серьезная вещь воздействия на психику. А так я с тобой согласен в целом, Алексей. Хорошо, так, про будущее поговорили, матушки Руси, идем дальше. Псих, так он себя называет в нашем чате, пишет «Здравия сей им». Сергей, вы сказали про людей, один из которых, одни, наверное, тогда, одни из которых понимают, вторые считают недугом и не понимают Владимира Путина, третий не понимаю, пускай будут просто идиотами. «Как я понимаю, вы за ВВП обеими руками. Объясните мне, пожалуйста, непонимающему, ну или просто идиотам». Да. Я еще не определился, кто я. Есть по вашей классификации. Что же делать Владимир Владимирович? Я вижу свою родину изнутри. Сирия важнее собственного народа, экономические интересы важнее собственного народа. Я вижу и чувствую его ростло необъятных размеров. И не только я могу поспорить. говорить про полицию, суды и говорить не приходится, не хочу про политику, но куда же без нее. Можно много вам писать подобного, в кавычках, безобразия. Просветите меня. Что же делает ваш ВВП, чтобы лезть куда-то, нужно навести порядок у себя внутри? Вот такой вопрос о политике без политика псих написал. В политику он типа лезть не хочет, но политика затронута. Я, честно говоря, даже не знаю, как ответить. Почему? Потому что надо проводить целый анализ. И на самом деле здесь больше все-таки не претензий к Путину, а все-таки надо человеку самостоятельно садиться и понимать, чего происходит в управленческих процессах в России, на каком она находится в состоянии развития. И почему Путин не делает народ счастливым. Вы, допустим, счастливы, правда, Алексей? Вам ничего не надо. Да я как-то счастлив всегда и во всем, да. А кто-то несчастлив. Видимо, ценности сформированы какие-то другие, но тем не менее надежды он сам не может не применить, благодаря отсутствию управленческого опыта. Он не может применить себя, заработать, допустим, какие-то средства, либо еще что-то, я не знаю. Но я могу много объяснять про Путина, но это надо уже дискутировать как-то в каких-то... Ну, понимаем, другая передача, другая тема. В другой программе, и это надо готовиться с конкретными примерами. Я на самом деле не являюсь фанатиком Путина, и прям вот чтобы следить непосредственно за его деятельностью, могу сказать, что, к примеру, вот вчера был День России, да. Многие люди этот день не любят, там, всячески интерпретируя там, какими-то своими, там, пониманиями этого праздника. Ну, вот у меня и вопросы, чего изменилось-то тут? Они что, изменили этот день? Либо он не может быть Днем России? И вот лично для меня, допустим, для человека, который 23 года жил в оккупации в другой стране, с другим паспортом, для меня это праздник. И я понимаю, что мне надо в этой стране, вот в этом текущем состоянии, в этой среде, в которой на сегодняшний день находится наша страна, наше управление, и самому вырасти управленческий, грамотного управленца, человека, и по максимуму людям смотивировать там какие-то процессы, которые выведут их на более управленческий, грамотный уровень. Вот это для меня задача. А разбираться там фактологии, чего это за день, я уже просто из этого возраста вышел, это ничего не дает. Вот мы, допустим, несколько лет назад вполне с серьезными намерениями и с серьезной ресурсной базой пытались понять, была ли война 300 лет назад. Доказательств много, фактов много, но тем не менее, вот так, чтобы конкретно сказать «да, она была», то есть я к чему говорю, можно разбираться с этим, всю свою жизнь потратить на это, но так и не добиться, допустим, состояния концептуальной грамотности в психике. Это все вопросы, которые, ну вот есть у нас Путин, да, ну хорошо, мы можем сказать, что он там, к примеру, враг России, там и так далее, чего изменится-то? Ну то есть если человек будет понимать, что эти вещи не контролируются им и не контролируются больше ни кем, то это придет к революции. А что революция делает? Она откатывает страну на полтинничек лет назад. Куда-куда. Это хорошо, если хорошо, то на полтинничек еще. Это хорошо, что если на полтинничек. Коням, копытам, танки, вон можно посмотреть на Донбасс. Люди спать не могут ночами. Что, хорошо, что ли? То есть всегда есть какая-то вот, какая-то вещь, которая дает возможность понимать, что происходит вообще в управленческом процессе в России. Мы много понимаем. Для меня Владимир Владимирович опытный игрок. Он, исходя из того, что он может позволить, делает очень качественно. Если кто-то думает, что он сейчас придет шашкой, рубанет и там сразу все заживут хорошо. Нет, не заживут. Нет, он не рубанет шашкой. Сталина убили в 1953 году. Сталина с его безопасностью. С его опытом управления. Какой тогда управленец сейчас нам нужен? Вот вопрос. Можно ругать и критиковать там чего угодно, но у нас на сегодняшний день есть факт. Вот наш президент. Вот его управление. Но если человек не понимает вектор состояния его страны, в какой она находится, я извиняюсь, задница, тогда, конечно, Путин плохой. Если человек начинает понимать, в каких процессах находится страна и как этим обществом управлять, то тогда вроде бы и очень хорошо управляет. А между этим грань в психике понимания того человека, который делает оценку текущего момента. Сделал оценку неправильно, Путин плохой. Сделал оценку правильно, слушай, да его там он сделал так вроде бы, потому что вот если бы сделал так, сейчас бы война была, и с Китаем бы воевали, и там бы сейчас, и Кавказа бы уже не было и так далее. Ну, то есть, как оценить качество управления? Как его оценить без эффективного, допустим, понимания процесса? Никак его не оценить. Хорошо, идем дальше. Елена, 777, реплика про образование понятна, но вот как наладить себя непонятно. Да, это, наверное, самый сложный вопрос. Я с вами согласен, Елена. Почему? Потому что у нас каждый человек, он суперумный, и каждый человек, он бы, там, применил бы, то есть, допустим, у нас каждый человек в России это президент, вы же понимаете? Зачем ему еще образовываться? У нас каждый человек обладает, там, ну, суперграмотной и концептуальной властью, и он может спокойно, смело завтра прийти и разрулить вопросы с людьми, там, кучей конфессий, кучей религий, разрулить в экономической, там, модели, все организовать, там, и так далее, разобраться со всеми олигархическими кланами, которые есть вокруг него, порешать вопросы с МВД, там, тоже свои кланы, с ФСБ, там, свои кланы, со всеми порешать вопросы и сделать все для народа, и все хорошо, то есть, все хорошо сделать для своей страны, это очень сложно, а вот наладить себя, это еще вопрос сложнее, то есть, для начала, допустим, я могу привести вам фразу, которую сказал не я, которая говорил своим ученикам, Георгий Иванович Гурджиев, он говорил, для того, чтобы заставить себя двигаться, вы для начала должны осознать, что в вас, не вы сами, да, понимаете, что не вы, как человек, а в вас, вот эта психика, которую он имел в виду, полное ничтожество, то есть, оно не понимает вообще процессов, происходящих в природе, от этого у вас формируется животный строй психики, это говорил Гурджиев своим ученикам, если ученики это понимали, то у них рождалась мотивация изменить это состояние в психике к лучшему, вот для того, чтобы изменить это состояние, надо просто для начала хотя бы заставить себя просто каждый вечер в день, каждый день, каждый вечер садиться в течение часа и, допустим, читать любую литературу, я не заставляю там и не рекомендую ничего, вот что нравится, что идет там, допустим, это может быть Достоевский, это может быть Пушкин, это может быть любая литература, которая вам там по душе, берите и читайте, просто делайте выводы какие-то, анализируйте, но ежедневно, каждый час, толстый, Понятно, очень, самосовершенствованием, заниматься, ежедневно что-то делать хорошее для себя, любимое. Ну вот статистика, разве она не пугает, там, я не помню, по-моему, 70% молодежи, второй, вернее, третий абзац не читают, то есть у них психика перегружается, но прочитали два абзаца, и дальше уже все неинтересно, а там может быть и смысл какой-то, который был в третьем абзаце, он непонятен реальным человеком. Либо, к примеру, 17 часов в день, это современная статистика, ребенок проводит за компьютером. Вот чего там полезного, можно взять, кроме игрушек каких-то, но это если человек умеет, если его научили родители, допустим, выявлять, читать, составлять какие-то там планы, схемы, работать с компьютером, допустим, я умею работать с компьютером, я не смотрю там игрушки, я не смотрю какие-то клипы, я занимаюсь, у меня он там служит в качестве развития. Но так-то ребенок не может, он все равно его тянет там, что-то посмотреть, куда-то залезть, какую-то игру начать играть. И так вот он полностью поглощается в виртуальный мир. Это 17 часов. К примеру, во времена Ломоносова это были книги. А на сегодняшний день я думаю, книгам не уделяется и 10 минут в день у ребенка. Это еще в лучшем случае 10 минут. В принципе, я думаю, что, наверное, улица, какие-то социальные сети, гаджеты и прочее, прочее, прочее. Это на самом деле шокирующая информация. А наладить себя можно только определив потребность. Вот эту потребность мы пытаемся людям донести. И судя по тому, что вы уже об этом говорите, что надо себя наладить, то вы уже на первом пути осознавания того, что необходимо развиваться, необходимо влиять на этот процесс. Прежде всего, с позиции силы воли. Следующий шаг будет. Вы все-таки начнете заниматься и посмотрите, как это приятно. Приятно быть умным, приятно быть мудрым, приятно понимать, что происходит в мире. Я вам могу сказать, что интеллект это очень приятная вещь. И вы очень многое начнете понимать, когда будете общаться с людьми, со стороны, как вообще, насколько запущена и система образования, и система понимания у людей. То есть, как легко манипулировать ими. Вот. И в общем, удачи вам, Елена. Я думаю, что вы на правильном пути, если вы уже об этом спрашиваете. Не будем затягивать, еще вопросы у нас идут. Хорошечко. В нашей республике множатся школы под эгидой ЮНЕСКО. Русский язык в них, как иностранный, и Пушкина никто не изучает. Тоже преддиктор? Что за республика не указано? Ну, Ну, вот, понимаете, для того, чтобы это понять, надо понять, что для них это единственная гарантия качественного управления. Больше они ни на что не могут повлиять вот так прям оперативно и быстро. То есть, они формируя вот в процессах, происходящих в школе, в культуре, вот могут, допустим, убрать русский язык, который ближе всего к ассамблеру, к языку машинных кодов, и подсунуть там, допустим, психики, ничтожный английский язык. И все, и потом попытайся человек разобраться, допустим, в кодах, которые нес Пушкин в своих произведениях, в скрытых смыслах русских слов. Ведь это громаднейший потенциал, который проходит мимо нас. Мы поэтому хотим пригласить группу Сфера в качестве преподавателя Ольгу Заблодску, которая, на мой взгляд, является хорошим профессионалом в этой области, и она сделает лекции наподобие … Господи, фамилию забыл, про русский язык. Алексей, может быть, напомнишь? Ну, у нас много кто говорит про русский язык, так что не знаю. Школа русского языка, вот он постоянно у него уроки проходит. Ну, у нас есть несколько людей, которые про русский язык говорят, и я знаю и Сергей Павлов, и Андрей Ивашко, и много других. Поэтому у каждого свое представление, кто проводит занятия. Ну, хорошо, в общем, сделать качественную подачу. Давай, не будем затягивать, я понял, о чем ты говоришь, я думаю, радиослушатели тоже поняли. Пойдем дальше. Реплика в эфир от вестника богов, так он себя назвал. Сергей, сердечно тебя прошу, постарайся воздержаться от иностранных слов, таких как фейки, регистры, лайки, репосты, компосты и тому подобное. Славянскому народному радио как-никак благодарю. Я что-то даже и не помню, кроме одного слова фейк. Не, не, слово предиктор того стоит. Вот если бы, я думаю, по-русски говорили, что это означает слово, то у многих сразу вопрос бы, пропал, кто это такой, было бы все понятно. А, вот мерзавец. Ладно, идем дальше. Михаил, вопрос эфира от Михаила из Москвы. Почему такое название проект Сфера? Что в это название закладывали основатели проекта? Благодарю. Основатели проекта, мы это время это название придумывали с Пашей Котельниковым. Мы закладывали как наиболее самое адекватное и самое эффективное, самый эффективный предмет это круг, это сфера, которая наиболее эффективно в мироздании соприкасается со всеми предметами вокруг себя. То есть мы предполагали, что такое название оно на втором смысловом ряду будет означать то, что и психика после того, как оно изучит дисциплины, которая будет преподаваться в сфере, также сможет грамотно решать процессы, которые происходят в мироздании для себя, в своей жизни и так далее. Все просто. предвижу от вестника богов такую реплику нового. Хотите с русским языком работать, хотите с русскими людьми работать, чтобы ситуацию в мире поправить, а применяете название сферы не русское слово. Ну, шар бы применили. Ну, это так. Я предполагаю, может, такого вопроса и не будет. Ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Измитич. Сергей, что посоветуйте посмотреть или послушать лекции по теме, затронутой в этом эфире? Благодарю за ответ и крепкого вам здоровья. Спасибо большое, Владимир. Я вам посоветую посмотреть, вообще зайти в проект Сфера, образовательный проект Сфера, это ВКонтакте. Можете написать мне в личное сообщение, я вам ссылку скину. Вы самый такой сегодня активный, я смотрю. Можете посмотреть любые лекции Валентина Борисовича Русакова, вообще вот интеллектуальный тренажер методологической концептуальной самоподготовки, он, по сути дела, весь на эту тему, поэтому он весь очень интересный и он не помешает вам точно. Там, по-моему, нет, 22 или 24 лекции, они идут круглый год, каждый год. Посмотрите, очень интересно, если будут какие-то вопросы, пишите мне в личные сообщения, я вам могу даже найти и скинуть какую-то конкретно, возможно, если вы уточните, потому что в этой теме, в этой лекции мы затрагивали много тем, но все-таки если по системе образования надо, я вам скину, только вы мне напишите. хорошо. Варлек, вопрос в эфир. Вы говорили о справедливом обществе. Скажите, может быть справедливость в капиталистической системе? Ну, не готов прямо вот сказать, что ее там быть не может, ну, она, я думаю, везде может быть, но все-таки, на мой взгляд, в какой-то мере она будет там проявляться, а в какой-то мере она там просто будет умалчиваться, поскольку капитализм все-таки это такая структура, которая, вернее, такая концепция, которая заставляет какую-то часть населения страдать, рабовладельческая, по сути, поэтому вот в полной мере справедливости там быть не может. Справедливость в полной мере это высокообразованное общество, богодержавие, такая концепция, которая, по сути дела, сделает счастливыми всех. Это далекое будущее, по сути дела, но оно неизбежное. А почему далекое, это первый вопрос, и второе, какая вот из известных систем? Потому что все хотят вот прям, понимаешь, все хотят вот прям завтра. Нет, но есть будущее, есть далекое, есть неизбежное. Ну, я вот сроками там боюсь, допустим, когда это будет, но мне кажется, что вот в ближайшие там, допустим, 50-70 лет. Сергей, вот дай мне центральное телевидение России, и я через год сделаю счастливое общество. Ну, кто-то говорит, через полгода, но вот в том-то и дело, понимаешь, я могу тебе сказать, что тебе его не дадут. А почему ты думаешь, что мне его не дадут? Почему такая программа? Ну, потому что... от предиктора или как? Я объясню тебе, потому что его вообще средства манипуляции на общественное мнение и на общественное сознание не всегда контролировались. И для того, чтобы тебе взять телевидение, тебе необходимо построить свою систему. Тебе, наверное, для этого необходим ресурс и так далее, и тому подобное. То есть на сегодняшний день вот у власти команда Путина на протяжении уже каких-то количеств лет, они до сих пор не могут каналы под себя поднять. Каналы все подчиняются глобальщикам. Все без исключения. Ни одного канала нет. Это я понимаю. Я понимаю, Сергей. Просто если мы говорим про какие-то высшие силы, то, может быть, надо исходить из того. А тут все просто, Алексей. Высшие силы, они вот дают тебе возможность смотреть в интернете, я извиняюсь, либо порно, либо, допустим, какие-то образовательные лекции. Вот исходя из чувства совести, справедливости, ты сам выбираешь, чего тебе смотреть. Не-не, мне дают намного больше, как ты объединяешь. Но я сейчас не... Не про меня, я понял. Про среднего статистического гражданина Российской Федерации. Оно дает человеку выбор. Выбор дает человек. А это тогда, мы подразумеваем, что превращается в очень большой, серьезнейший ресурс. И вот в интернете ты можешь, по сути дела, создавать такой канал и меняя, допустим, вот, к примеру, со мной работая в связке, я меняю систему образования, ты создаешь канал, и мы идем в связке, кто-то делает еще что-то, кто-то еще что-то, кто-то вот такой объем работы, кто-то другой, и мы в конечном итоге приводим общество к тому, что этот канал становится популярным, и потом он там заставляет людей, допустим, задуматься над чем-то, либо изменить свою жизнь. Вот это еще путь там, вот это целая концепция достижения цели. Но мы к этому идем уже. А по поводу телевидения, которое прямо вот сейчас тут все изменит, я думаю, что это лучше, наверное, пользоваться услугами интернета. Но тем не менее, допустим, мой канал, Алексей, его забанили за две секунды. Ну, ты знаешь, в чем дело? Есть ведь еще такое понятие, ты находишься в конве божественной, или тебе кажется, что ты находишься в конве божественной. Проверяется просто. Если ты встречаешь волшебные пендели и грабли, то это говорит о том, что что-то ты делаешь не совсем в конве божественной, а тебе кажется, что так есть. И если грабель почему-то стала меньше, и волшебные пендели не прилетают каждое утро или каждый вечер, то это говорит о том, что все-таки правильной дорогой идете, товарищи. Алексей, это называется. Есть такое понятие, и один в поле воин, если по-русски скроен, то есть, если мы на стороне богов, то кто против нас. И вот тут ставить такие вот пределы, да кто тебе даст, да мне плевать, кто мне это даст. Мне главное, что это должно произойти, потому что я не для себя, я для державы. А держава — это то, что есть божественное проявление, где каждый человек может проявить свою сущность, данную по божескому промыслу, как некоторые говорят. Так что очень интересно здесь. Я думаю, не надо ставить каких-то, наверное, таких рамок, что вот нам не дадут или слишком далеко. Я ставлю несколько другие, что это очень близко. Нам уже дали, Алексей. Да, я ставлю другие. Нам уже всё дано, это первое. И не так всё далеко. Всё зависит от нас самих. Вот в том-то и дело. Именно по этой причине мы занимаемся пропагандой, мотивацией и вообще организовываем образовательные проекты, потому что нам уже всё дали. Нам ничего не надо требовать. Ни от Путина, ни от глобального предиктора, ни от каких-то там олигархов и так далее. У нас уже всё есть. Вот это вот важно понять всем. У нас есть всё для того, чтобы мы изменили жизнь к лучшему. У нас есть интернет, у нас есть, мы можем создавать тут телевизионные каналы, мы можем снимать репортажи, мы можем вывести на вообще, на всеобщий показатель такое явление, как глобальная предикция, показать всем, как они управляют. Мы можем всё, что угодно делать. Нам ничего не от кого требовать. Вот кто требует, слабые, а вот умные, они не требуют, они делают. Поэтому нам вот и надо сделать людей умными, для того, чтобы они начали делать и увидели эти возможности. Вот именно. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что… Я прошу прощения, а ты говорил по поводу граблей. Это вот называется язык жизненных обстоятельств. Ну, волшебный пендаль, Так вот, если я вот это всё понимаю, не просто об этом говорю, а осознаю, тогда я перед собой вот этих вот восклицательных знаков, кто же мне даст, да это будет очень далеко, да это будет не при нас, да к этому и так далее. Я вот это всё убираю, меня больше не интересует. А давайте мы вот прям завтра пойдём… Меня интересует, что я делаю для того, чтобы произошло. Совершенно верно. А давайте мы вот завтра пойдём и, значит, уберём Набиулину и подожгём на Центральный Банк России. Это не наш метод, Сергей, это не наш. Да-да, совершенно верно. Я вообще, ну, я не понимаю этого. У тебя уже всё есть. Бери, работай, добивайся. У тебя есть такой ресурс, только интернет. Ты представляешь, какой… У нас есть не только… Сергей, у нас есть не только интернет. У нас есть много чего другого помимо интернета. У нас есть ещё и руки, у нас ещё и головы, у нас ещё есть земля, у нас ещё есть наши друзья и товарищи, у нас есть те, кто пробуждается. И всё это составные части державы. Нам осталось чуть-чуть совсем разобраться, а что такое держава, а по каким принципам она строится, а кто мы вообще, а как мыслить, а как управлять, а как делать. Но только надо правильность изю выбрать, на чём это двигаться и где взращивать. Иначе, если мы не будем иметь правильные основы, то, в принципе, даже говоря о правильных вещах и говоря об управлении, перехвате управления, мы можем, в общем-то, играть по правилам не совсем нашим. И они нас могут привести очень далеко и в другую сторону. Поэтому здесь ещё много чего надо добавить, на мой взгляд, важного. И тогда мы будем находиться как раз в божественной программе, а не в демонической. И вот тогда для нас ничего неисполнимого не будет. Для нас всё будет исполним, потому что мы находимся на стороне богов, а никто не может против богов выставать. Вот это надо понять. И тогда предикты, и кто там ещё, и президенты, и кто там, пятые колонны. Это семечки, ну, какие-то там, в общем, совсем-совсем какая-то пустота. Для меня это пустое слово. Когда мне говорят пятая колонна, я говорю, ну, покажите мне пятую колонну. Говорят, там ещё что-то. Я говорю, ну, здорово, всё отлично, но я-то, вот я делаю что-то, мой друг что-то делает, мои друзья что-то делают, мы видим, что идёт некое изменение в их жизни, в их семьях, с их детьми. Вот, и как-то они не жалуются, они просто это делают. Вот когда таких делающих просто по праве, понимая, для чего они делают, не просто учатся управлять, не просто учатся баранку машину крутить, а понимают, куда надо доехать, что довезти, кого довезти и так далее. То есть, они осознанно ведут машину, они просто умеют её хорошо водить. Вот, к примеру, или выращивать что-то, не просто выращивать, а выращивать правильное, полезное, не портить землю. Вот, когда таких становится больше людей, то тогда жить становится проще всем на этой земле, потому что не надо будет друг у друга последний кусок хлеба из глотки выхватывать. Всё будет хорошо, ресурсов достаточно. Даже с избытком. Главное, чтобы не убивать друг друга из-за того, что кто-то нам сказал, что их мало, что там нефть где-то разлилась, как ты правильно говорил, ещё чего-то там. Ну ладно, давай дальше продолжим. Ещё у нас пять вопросов есть. Больше вопросов мы не принимаем, а то мы так до утра будем сидеть. Так, про капитализм поговорили. Вопрос эфир от Солнца. Сергей, а когда выйдет ролик с разведданными по урагану и падению пирамиды в Москве? Благодарю. Скорее всего, завтра. Так, Солнце, завтра, внимание. Елена777, реплика. Это не жрецы, а демоны. Ну, мы там говорили, да, те, кто себя... Идём дальше. Хаврошечка. Надо уточнять нравственную несостоятельность управленческого аппарата. Нравственность взращивается с детства. Вот как Хаврошечка написала. Так, Андрей Петряев из Ютуба. Реплика. Депутат из Крыма. Поклонская. Проект Романовых Гудссолеров. Ой, какие странные слова. Видите ли вы в ней опасность как называемую шестую колонну? Вот как, уже спятана шестую. Так называемую шестую колонну. Ну, у нас есть принцип мы вот не трогаем фамилии. Мы многое чего видим. Если мы сегодня начнём там обо всём говорить, чего мы видим... А, я понял, о ком идет речь. Нас прикроют за два часа. Поэтому, наверное, я не буду на этот вопрос отвечать. Мне просто понравилась шестая колонна. Новый термин. Шестая колонна. Ну, в принципе, Андрей Петряев понимает всё правильно. То есть, чего надо добавить. Идём дальше. Ну, мы же никого пальцем не тычем. Просто был задан вопрос. Ну, как могли так ответить? Ася Асина из Ютуба к вопросу о кодах русского языка. Знакомы ли вы с книгой Оли Ольги Заблодской «Золотой ключик» и какое отношение у вас к неё исследованиям? видимо, Ася Ася Асина только подключилась, наверное, да, и мы знакомы. Она у нас будет в следующем году одним из преподавателей в проекте «Сфера». Мы уже встречались. Книжку сейчас я эту читаю. Поэтому, да, знакомые, да, мы будем работать вместе. И это очень хорошо. Асю Асину не будем обижать. Вопрос поступил 21 час 49 минут, сейчас 22 часа 46 минут. То есть, во время пути собачка могла подрасти, да, и поэтому она тогда задала вопрос, когда ещё какие-то, наверное, не были раскрыты темы. Идём дальше. Андрей Петряев, вопрос в эфир. Сергей, почему в концепции общественной безопасности практически нет места нашему славянскому прошлому, той же Даарии, Великой Тартарии? В основном точкой отчёта служит египетское жречество, хотя Египет был далёкой провинцией Арийской империи. Ну, почему же нет места? Если Алексей Андрей Петряев почитает внимательно, допустим, Мёртвую Доту, там всё рассказывается и о славянском прошлом, и о Дарии, и Великой Тартарии и так далее. Просто надо внимательно читать, там всё есть. Я думаю, озвучивать это ещё раз нет. Я могу просто, может быть, если Андрей Петряев напишет мне найти, в какой-то книге пишется. Египетское жречество, точка отчёта, потому что на сегодняшний день это структура, которая творит гадости всякие, вот и всё. То есть, тут всё предельно просто, никакой фантастики. то есть, египетские не жречества, египетские демоны, как мы выяснили, правильно называть, они сейчас, называя себя жрецами, когда-то называя, перехватили всё и продолжают управление. править, это слово править, да, вот как можно править и быть не в праве, да, то есть, залезли на верхушечку, добрались до руля и шпарят во все стороны, как-то это ворона, помнишь, анекдот про самолёт, когда там она по всем этим рычагам, там, кнопкам давила, что с самолётом потом произошло. Ладно, идём дальше. Олег из Боброва, реплика в эфир, про русский язык вещает Сундаков. И вот Олег из Боброва абсолютно правильно говорит. Вот теперь мы разобрались, кого же ты имел в виду, да. Вот мы хотим вот сделать с Ольгой Заблотской примерно вот такого формата лекции. То есть, Виталий Сундаков всё-таки имел в виду, ну, вот видишь. Хорошо, идём дальше. Ася Асин из Ютуба. Не держава, держава, государство, так? Вот такой вопрос. Ну, в общем, как-то да. Ну, что ж, вопросы все мы с тобой озвучили, реплики мы с тобой все просмотрели. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. В заключении у нас можно что-то по теме высказать, чтобы подвести жирную черту, а можно просто сразу переходить к каким-то добрым пожеланиям нашим радиослушателям и зрителям Народного Славянского радио. Ну, в принципе, я ничего нового не скажу, кроме того, что уже было в докладе. На следующий год у нас намечается усиление нашего проекта. у нас будет преподавать Михаил Викторович Величко, у нас будет преподавать Валентин Борисович Русаков, Ольга Забловская и я. Также будет вести вебинары по работе с информацией Павел Котельников. Мы всех вас приглашаем принять участие в нашем проекте образовательном. Все методики, все процессы, которые необходимо сделать, подготовить, они описаны в документе, который висит в группе образовательный проект Сфера ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, читайте, задавайте вопросы, постараемся всем ответить. Большое спасибо. С вами, как всегда, Сергей Бутков. До следующих встреч. Это вот то, что я бы хотел сказать. Благодарю тебя, Сергей. Довольно интересно у нас получился эфир. Так всесторонне мы поговорили, коснулись и того, и другого, и третьего. Даже коснулись того, чего не хотели касаться, я так понимаю. И даже некоторые прозвучали фамилии, хотя мы фамилии обычно не озвучиваем тех, кого в эфире нет. Ну ладно, прозвучало и прозвучало. Я думаю, никого мы не обидели. А это всё лишь было навсего, были всего-навсего ответы на вопросы от наших радиослушателей и зрителей Народного Славянского радио. Итак, напоминаю, что сегодня, 11 июня 2017 года, вторник, по одному из современных календарей или 23-й день месяца ветров 7525-го лета седмица по одному из старинных календарей, мы говорили про образовательный проект «Сфера». Автор-сказитель Сергей Бутков очень подробненько высказал свою точку зрения и вообще взгляд на мир, взгляд на жизнь и вот то, чем этот проект «Сфера» образовательной занимается. За что низкий поклон тебе, Сергей. Нашим радиослушателям и зрителям также низкий поклон. Друзья мои, очень была такая интересная передача, посвящённая этой теме, основанная на ваших вопросах, мне показалось, потому что почти два часа мы отвечали на ваши вопросы и реагировали на ваши реплики. Так держать. Единственное пожелание, давайте всё-таки в политику не залезать, потому что политика дело тёмное, не всем оно понятное, вот, и мы можем затронуть те моменты, которые не всегда могут отозваться хорошо на ком-то из вас как минимум. Поэтому, если уж вы залезаете в политику, вы должны точно знать, что там и как. На сегодняшний момент политика сделана не нами, игра ведётся не по нашим правилам, поэтому стоит ли туда соваться. Может быть, делать что-то своё, такое, чтобы и никого не обижало, но при этом и что-то продвигалось, так как необходимо России, необходимо всему миру с точки зрения русского человека, с точки зрения русичей, русов, ну и коренных народов, с которыми мы живём уже по-братски многие тысячелетия здесь, на этой земле. Мне кажется, так более правильно. А говорить о чём-то, что нам не принадлежит и что от нас не зависит, то же самое, как делать какие-то экспертные заявления по экономике, которые не делаются вами, а которые делаются где-нибудь там в некоторых закрытых кабинетах по их правилам. Ну, вот после этого пожелания я с вами прощаюсь. С вами был Алексей Орлов, Сергей Бутков, Народное славянское радио. Желаю вам всего самого-самого доброго. Берегите себя, быть добру, увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова